Юлия Гаврилина заступила за Валю карнавал после обидной шутки, Аня Покров и Бабич в ближайшее время поженятся, Дима Евтушенко заплатит зрителям за тиктоки, Моргенштерна удалили из ВК, а Масленников новый ведущий на СТС. Всем привет, это канал ОК Блогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Песня года Началась активная подготовка к предстоящему мероприятию «Песня года», которая пройдёт 3 декабря в Москве. Напомню, что в этот раз роль ведущих полностью отдали блогерам, которые по очереди в четырёх парах будут объявлять номинантов, выступающих на сцене. Вчера они всем составом впервые собрались для читки сценария. Атмосфера у них потрясающая, надеюсь, что и на сцене не потеряется этот коннект. Предлагали роль ведущего на премии и Масленникову, но он вынужден был отказаться из-за участия в более серьёзном проекте на телеке. Дима долго скрывал, что стал ведущим шоу «Русский ниндзя» на ТНТ. Это именно тот проект, в котором год назад мы видели лицо Моргенштерна на той же позиции. У него будет двое соведущих, спортсмен Василий Артемьев и актриса Валерия Остапова, та самая сыгравшая главную роль в сериале «Классная Катя». Кстати, про Моргенштерна. Алишеру совсем недавно удаляли клипы с Ютуба из-за странного бага, а вчера из ВК-музыки были удалены все его песни и в целом карточка артиста. Если что-то у вас добавлено в личные аудиозаписи, их ещё можно посушить, но добавлять новые и сушить из глобального поиска невозможно. С чем это связано, неизвестно, так как мог на такое решиться сам Морген для прогрева нового релиза. Либо это сделали ребята из ВК, которым сверху поступил указ лишить рэпера одного из источников дохода. Многому поучиться у коллеги в плане качества стоило бы Дане Милохину. Парень долго тянул с выкладкой клипа на ранее выпущенный дисп про Сашу Стоуна. После такой паузы хотелось увидеть что-то крутое, но по итогу получилось не больше, чем просто любительская нарезка кривляний Дани, местами с красивыми переходами. Пересмотреть у меня личное желание вообще не возникает, тем более он так и не удалил водяной знак от приложения, в котором монтировал. Спустя долгое время в соцсетях объявился бывший участник эксотим Бэмби. Первым же роликом он опубликовал коллапс со своим другом Даней Бумом. Бросается в глаза, что парень перекрасился в чёрный и продолжает следить за своим внешним видом, хотя ранее вроде как думал закончить карьеру. Об этом на шоу «Да-да-нет-нет» рассказывала Настя Бэтбарби. Бэмби импульсивно ушёл из команды, оставшись по сути полностью без денег. Работал на стройке в Германии и других близлежащих странах. Сейчас снова вернулся в Америку и мечтает стать востребованным музыкантом и делать другим артистом биты. Ксюша Хоффман почти два месяца назад объявила о закрытии ютуб-проекта «Стенка». Девушка также добавила, что скорее всего свернёт свою деятельность на площадке, так как в текущих условиях работать крайне трудно. Но, видимо, она нашла какие-то выходы или ей сделали предложение о запуске нового шоу. В своём телеграм-канале она поинтересовалась, кого бы зрители хотели видеть в качестве гостей из благосферы. Всё пока что без намёков, но если Ксюшу вернут в привычное амплуа, будущий проект как минимум на процентов 50 уже ожидает успех. Дима Евтушенко опубликовал первые расценки, сколько он будет платить фанатам за продвижение своих роликов. Есть всего 4 приза. Получить 100 долларов можно, если набрать первым среди остальных 10 тысяч подписчиков. Второй счастливчик получит ещё 100 долларов за 100 тысяч просмотров на одном из роликов про Евтушенко. И по аналогии на уже по 200 долларов заберут те, кто достигнет 100 тысяч фолловеров либо миллион просмотров. Схема интересная, посмотрим, как она сработает на деле. Запустил же Дима эту пиар-компанию под свой день рождения. Сегодня ему исполняется 27 лет, с чем мы его и поздравляем. Он ещё стал активно намекать, что сам вернётся в ТикТок. И чтобы это получилось сделать красиво, обновил образ. Несколько часов парень провёл в салоне и до этого размышлял над покраской волос чёрный цвет. Сделали он это в действительности или нет, мы узнаем чуть позже, пока результат скрывается под шапкой. Новый хайповый бум в сети получили вот такие портреты, нарисованные нейросетью. Думаю, вы уже видели примеры у своих друзей или блогеров. Пошла же волна из-за набирающего популярность приложения Ленса, забравшиеся в топ самых скачиваемых по всему миру. Суть проста, вы загружаете туда несколько фотографий и по ним алгоритмы отрисовывают некоторое количество артов для будущих аватарок. Большая часть, конечно, получается косячная, но всё-таки сделано оно для развлечения, а не для каких-то серьёзных целей. Также стоит добавить, что нейросеть работает не бесплатно. Минимальный пакет в 50 аватаров обойдётся вам в 279 рублей. Очередной масштабный стрим провели Хазиева. Их давние фанаты помнят легендарную машину марки Матис, которую они купили по приколу и вытворяли на ней экстремальные вещи. На днях пришла идея красиво закончить историю этой тачки с помощью салютов. Они закупились пиротехникой на 300 тысяч рублей. Сложили всё внутрь салона, выехали в поле и получили красивое представление с фейерверками. Матизу хорошо досталось, а точнее от него не осталось практически ничего. И перед тем, как вы напишите, зачем это вообще нужно было делать, помните, что они устраивают шоу, чтобы развлечь подписчиков. Добиться этой цели точно получилось, так как в пике за самым интересным моментом наблюдало больше 90 тысяч человек и машина с полицейскими. Только в конце лета мы получили официальное признание об отношениях Бабича и Ани Покров. А скоро от них же мы можем услышать вести о предстоящей свадьбе. На праздновании брака сочетанием Махи Горячевой и Коли провели традиционные обычаи с броском букета невесты. И той девушке, которая ловит его, судьбой будет дарована возможность следующей выйти замуж. Все это, конечно, делается ради забавы и не обязательно, что Аня с Артуром женится в ближайшее время. Тем более Нютику стали предъявлять, что поймала букет Ира Блан, а она, по сути, выдернула его из рук при первой возможности. Несмотря на то, что Юли Гаврилина и Вали Карнавал не общаются так плотно, как и раньше, между ними остаются очень теплые отношения, которые заметны в мельчайших деталях. На вчерашнем стриме с просмотром «Звезд в Африке» через донат вкинули обидную шутку про бандитку, которая касается и шпульки тоже. Сначала она хотела проигнорировать, но после вступилась. Что общего между Валей Карнавал и АМ Катюшей? Обеспять с бывшими Юли. Малых ума не трогать. Так. Юлю, кстати, сильно затягивает твич, ей понравилось общаться в таком формате и устраивать всякие активности. Она даже пообещала подумать по поводу потока с просмотром тиктоков, что почему-то очень заходит аудитории. Многие из вас еще часто пишут, что хотят поделиться какой-то новостью, видосом, нарезкой из стрима, которая может быть интересна для следующего выпуска. На эти случаи у меня давно работает специальный бот в Телеграме. Туда вы можете отправить найденные материалы, я все посмотрю, вашу анонимность гарантирую. Так вместе мы сделаем канал Окблогер еще более оперативным и интересным. Ссылочку на бот оставлю, как всегда, в описании и закрепленном комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok